поле не ребят подравнялись ряд очки вместе носочки вырос руки опустили вдоль туловище плечи расправили подборочек приподняли равняйся смирно вольно здравствуйте ребята ребят меня зовут пилар вегене васильевич я учитель физической культуры смоленской школы номер два сегодня буду вас вести урок волейбола насколько я знаю у вас тема ритма волейбол поэтому я вам сейчас предлагаю посмотреть на экран внимательно посмотрим какой технический прием у нас показан в видеоролике какой технический ребят вверх нет немножко по-другому звучит пожалуйста как нет нет верхняя передача как андрей за еще раз формулируем постараемся верхней передачи двумя руками правильно в прошлом учебном году вы выполняете что там классе вы делали просто немножко запыли сегодня наша задача ребят сейчас сформулирует тему нашего урока передачи учат сверху двумя руками это основной технический прием игре волейбол он выполняется игроками волейболистов чаще в игре чем остальные приемы в игре и он является самым точным в качестве паса и развитие комбинационной игры в волейболе у команды которые выступают на площадке тема сегодняшний урок какая ребята получается передача передача меня сверху руками мы же все пришли сюда для того чтобы научиться играть волейбол да вот а для того чтобы научиться играть волейбол мы с вами должны соответственно освоить основные технические приемы 10 до волейбола цель нашего урока сегодня ребята какая будет как вы думаете исходя из темы которые предложены здесь то есть мы с учетом того что мы с вами в прошлом учебном году выполняли делали это технический прием поэтому сегодня мы должны с вами нет знакомились мы с вами повторить правильно так позови технику передачи меча сверху двумя руками теперь наша задача с вами ребята спланировать свою деятельность на урок работа на урок спланировать то есть что мы с вами должны сделать первое значит задача мы ставим что мы с вами должны сделать исходя из темы и цели повторить передачу меча сверху двумя руками второй вторая задача наша что мы обычно с вами на уроке физической культуры развиваем или еще как они звучат физические качества то есть развивать физические качества и третья наша сегодняшняя задача соответственно применить вот то что мы с вами с вами выполнить будем выполнять первую задачу вторую задачу постараться применить где в игре молодцы ребята вот с вами спланирую наше делится на сегодняшний урок и перед тем как перейти к основной части урока дальше работать так все что у нас сегодня сожалению при практической части принимать не сможет поэтому будет работать индивидуально планы чаш пойдем сюда иди ко мне вот тебе раздаточный материал внимательно просмотришь потом если что-то будет непонятно не подозрешь и постараешься ответить на тестики который предложил ребята сейчас мы с вами постараемся найти у себя пульс значит вспоминаем где у нас в области запястья в области груди височная здесь и и в области вот гортани здесь вот у нас лимфатический визоиды неремные сонные артерии аккуратненько не передавлю нашли все все нашли 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 всех прощупывать по моей команде начинаем считать и по моей команде остановимся приготовились начали стоп добавили ноль то что у вас получилось так у кого-нибудь 120 есть 110 110 до у тебя так 100 190 80 ну в норме у вас считается пульс в состоянии покоя в этом 80 90 ударов исходя из вас можно значит так мы с алины будем немножко присматривать за тобой так сейчас ребят на право 1 2 молодцы так правое плечо в обход по залу шагом марш двигаемся обычным обычным шагом передвигаемся ребят сейчас проходим здесь за мной двигать подняли правую руку вверх правую руку двигаемся ближе к тени проходим используем ширину длину спортивного зала подняли правую руку вверх опустили за спину соединили между собой кисти рук правой и левой руки постарались соединить между собой кисточки упражнение на профилактику осанки у нас будем посмотреть у кого сколиоз лордоз поменяли положение рук поменяли если вы можете соединить у вас хорошо получается говорит о том что у вас нормально все если не получается значит возникает уже вопросы опустили руки вниз ходьба с перекатом с пятки на носок раньше подняться как можно выше на передней части стопы ножку ставим на пяточку с перекатом на пяточку на носок вот это упражнение позволяет ребят нам выполнить профилактику плоскостопие если будете иногда это упражнение выполнять делать это будет просто замечательно так без задания переходим на обычный шаг так сейчас ребята из под счета перестраиваемся в две колонны давид ко мне идет андрей сюда так подходим останавливаться направляющие на месте идем обычным шагом ребят обычным шагом на месте стой так ребят сейчас мы с вами перед вами лежат комбинационные горизонтальные лестницы попробуем сделать разминку так у нас немножко ошиблись так лестница который мы с вами выполним упражнение первое упражнение будет связано с пробеганием по лестнице показываю то есть пробегать и наступая на каждую клеточку дистанция между вами первый участник добежал до середины за ним начинает второй участник значит обращаю ваше внимание причина травмы на уроке по какой бывает то есть неправильно выполняем задание неаккуратно но это неправильно и аккуратно еще какая причина может быть то есть еще мы не слушаем команды и распоряжение учителя да поэтому давайте будем очень внимательны не отвлекаться на посторонние вещи сейчас поближе подошли к лестнице все первые участники побежали проходим по два раза пробегаем наступая в каждую клеточку в каждую клетку молодцы возвращаемся на исходное место разворачиваться следующее задание у нас ребят мы сейчас с вами постараемся пробежать выполнить движение с высоким подниманием бедра также наступая в каждую клетку то есть вот такой бег с захлёстыванием голени приступили и теперь мы постараемся выполнить теперь же бег с захлёстыванием голени так же наступая на каждую к в каждую клетку то есть вот такой бег с захлёстыванием голени приступили так еще раз не спешим не спешим сохраняем дистанцию упражнение на этой лестнице у нас с вами толкаясь обеими ногами мы стараемся наступить переднюю часть частью стопы в каждую клеточку то есть здесь спешить торопиться никуда не надо сильно отталкиваться тоже не надо все приступили также сохраняем дистанцию 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 сохраняем поправляем поправляем вернулись на исходное место хорошо молодцы ребят сейчас обе колонны повернулись лицом друг другу повернулись лицом друг другу так сейчас вы сделали шаг назад и вы тоже самое сделали шаг назад сейчас у нас замыкающие стоят последним разомкнулись размыкаемся ребят мою сторону меня нет стоите на месте девочки стоите на месте мой стон размыкаемся интервал вытянут руки в стороны так ребят сейчас егор пожалуйста переключи следующий слайд ребят сейчас мы с вами переходим к тому чтобы вспомнить с вами тот предыдущий материал учебный который мы с вами выполняли в прошлом учебном году когда вы учились четвертом классе это передача мы сейчас сверху двумя руками само по себе техническое действие или прием он сложный поэтому мы постараемся с вами его разбить на несколько фас или приемов для того чтобы правильно разобраться впоследствии по выполнению тех или иных движений которые связаны с этой передачей значит первое что вы на меня сейчас внимательно смотрите ничего не делайте я вам показываю потом мы с вами попробуем все это сделать значит исходное положение для приема мяча сверху ноги располагаются на одной линии согнуты в коленочках толще чуть-чуть наклонено вперед руки находятся вот в таком положении таком положении то есть это изготовка для выполнения передачи в час сверху когда мячик к вам подлетает вы соответственно должны будете вывести руки в положение перед головой перед лицом вернее всего можно сказать правильно так исходное положение здесь кистей у нас следующее пальчики у нас слегка растопырены напряжены указательные большие пальцы всем знаем где у нас на руке знаем да они соответственно даже формировать у вас треугольничек треугольник через которую вы должны этот мяч видеть который будет лететь или падать вам на лицо большие пальцы вот ребят большие пальцы они должны быть направлены к вашему лицу вот вот это исходное положение то есть кисти образует у нас если так вот посмотреть правильно форму мяча или как еще говорят термин есть в волейболе формулу кошка куда должен этот мяч у нас лечь аккуратно мы должны будем выполнить упражнение сейчас мы с вами сделаем следующее значит сейчас вместе со мной приняли положение исходное положение вот для того чтобы как бы ожидаете мяч который к вам летит я сейчас пройду посмотрю у вас значит так пальчики на себя большие так пальчики на себя большие вот так вот пальчики большие пальчики к себе к лицу к носу носу направлены к вашему маленькому носику так замечательно руки опустили руки опустили сейчас мы с вами постараемся сделать по фазам насчет раз мы принимаем свое положение для прием для выполнения приема передачи мяча соответственно вот на счет 2 мы делаем с вами имитацию на выполнение передачи мяча сверху двумя руками все приготовься делаем а раз приняли положение два сделали имитацию сделать снова 1 2 опустили руки ребят участок мы с вами разбирали фазу по какой причине и для чего мы с вами у у нас ноги в коленочке должны быть согнуты руки в локтях согнуты да миша что то из-за того чтобы придать ничего необходимое ускорение скорость правильно чтобы мяч мог пролететь определенное расстояние с определенной силы которую вы к нему приложите да все правильно молодцы сейчас сейчас мы сделаем следующим образом ваша шеренга подойдете к своим товарищам подошли к своим товарищам вы стоите на месте стоять вот так внимательно сейчас в моей команде будете выполнять имитацию движения вы постарайтесь их проконтролировать внимательно посмотрели вот на стеночке вот с этой стороны у нас висят приклеены стеночки рисунки на которые можно определить правильное положение рук но и мяча так все приготовились сделали а раз приготовление ребят вы проверяете проверяете и посмотрите правильно они приняли положение рук давид ручки подняли приготовили так смотрим внимательно обращаем стараемся свою товарищу помочь исправить если он допустил ошибку не стесняйтесь подходите положение пальчиков руки руки должны быть у нас не сильно разведены так их их руки у нас не гнутся сделали два передачу опустились снова делали раз так как то у нас не плачет отставить ребят так еще раз давай мы попали пальчики поправим немножко вот он растопыренный вот так вот нужно быть ножки не забываем ребят обращаем внимание на положение ног еще на положение ног все приемли раз два так замечательно теперь вы сейчас то же самое будете выполнять по моей команде вы их пытаетесь проконтролировать помочь исправить ошибки для чтобы вам удобно выловать посмотрите внимательно вот на той стороне тоже есть графические рисунки которые потом помогут вам если не может верить можете посмотреть на экран там видно положение киси так все приготовились ваши теперь сейчас группа выполнять приготовить 1 сделали подходе подходе поправляем поправляем если смотрим правильно пальчики пальчики большие должны к носику направлены быть носик кисточки растопырены так 2 сделаю передачу еще раз а раз два замечательно так отошли в сторону сейчас ребят мы с вами аккуратненько подойдем возьмем волейбольные мячи и вернемся на исходное место вы тоже подходите все 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 так взяли мячи приготовились ребят сейчас мы с вами попробуем выполнить следующие подводящие упражнения вы должны будете сделать следующее еще раз обращаю ваше внимание когда будете выполнять подбрасывание мяча перед собой ваша задача зафиксировать мяч для передачи мяча сверху двумя руками то есть обращая ваше внимание когда вы будете фиксировать локти у вас слегка разъединены руки напоминают форму лукошечка ножки согнуты в колене показываю подбрасываете мячик и пытаетесь зафиксировать то есть обратите исходное положение которое я сделал то есть мячик находится у меня перед лицом ноги сонды в коленях руки тоже слегка чуть-чуть согнуты то есть исходное положение еще раз показываю подбросили зафиксировали обратили внимание если мячик летит у меня чуть дальше от меня я сделал к нему движения все время должен стремиться к тому чтобы мячик я должен видеть через этот треугольник из ваших больших указательных пальцев видеть мяч и соответственно попытаться его зафиксировать сейчас мы с вами самостоятельно по моей команде приступаем подбросили мяч и по постарались зафиксировать все приступили ребят стараемся смотреть на мяч определяем траекторию полета мяча исходя из этого соответственно пытаетесь сделать движение за счет работы ног вперед-назад может быть чуть-чуть так стоп сейчас вы держите мяч в руках немножко шаг полшага назад делать вы сейчас подошли к своим товарищам посмотри подошли к своим товарищам вы стоите на месте ребят команда была только для этих ребят вы сейчас попробуйте выполнить вот это задание которые делал самостоятельно вы постараетесь их проконтролировать если где-то ошибается ваши товарищи помочь помочь сделать правильно все приготовились вы сейчас выполняете задание несколько раз выполняете подбрасывание мяча и пытаетесь его еще раз показываю подбросили мяч и попытались его зафиксировать все приступили ребят приступили хорошо так стараемся мячка то что пытаешься его поймать а у тебя ручки должны по прием будет уже фиксировать мячик уже падает эти ладошки прям сразу укладывается хорошо молодцы так поправляем поправляемся товарищи поправляем если они где-то ошибаться так стоп так теперь вы взяли мячи пол шага немножко назад сделали теперь вы внимательно смотрите за своим товарищем как они делают правильно они делать или неправильно приступили обращаем если где-то ваш товарищ ошибается значит пытаетесь его поправить оправить все время стремимся так чтобы мячик у вас падал на лицо вы должны его видеть этот мяч через треугольник который образует указательный большой тогда достаточно стоп молодцы сейчас мы с вами немного усложним задание ваша группа ваша группа сейчас возьмете положите мячи на место вернулись на исходное место так сейчас мы с вами попробуем сделать следующее задание вы сделали пол шага назад так лестница немножко под ногами у вас лежит старайтесь стать перед так чтобы лестница была перед вами и подошли поближе значит вы пытаетесь сейчас по высокой траектории набросить мяч так что ваш партнер который стоящий напротив вас попытался мяч зафиксировать перед собой зафиксировать то есть я бросаю мяч давиду и он принимает мяч в этом положении давид пожалуйста брось мне мяч внимательно посмотрели на меня чтобы удобнее было бросают снизу вверх снизу вверх то есть повыше немножко вот в таком положении пытаемся зафиксировать несколько раз пять раз вы делаете пять раз вы делаете все приступили так у нас работаем индивидуально делаем 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 пытаемся так поправляем поправляем своего товарища если он где-то он ошибается значит пытаемся ему помочь помочь хорошо молодец давай еще раз хорошо давай попробуем без без меня просто сделать попытайся сделать несколько передач над собой так что привет восстановились молодцы следующее задание которое мы сейчас с вами попробуем сделать мечи передали в эту шеренгу передали в эту шеренгу передали мы с вами пробуем следующее дело задание вы набрасываете вы пытаетесь уже не фиксируя мяч вернуть его своему партнеру стоящим напротив приготовились и готовились бросаем опять же также по высокой траектории бят снизу вверх я у давида набрасываю и давид пытается не вернуть вот я снова набрасываю, он пытается мне вернуть мяч. Все, приготовились, приступили. Приступили. Так, стараемся набросить мяч к твою партнеру так, чтобы мяч ему падал на голову или на лицо. И те ребята, которые выполняют приемы, потом уже передачи мяча, должны за счет работы ног перемещаться. Стараемся вот аккуратненько набросить его. И он выполнит, видишь, как у него неплохо получается. Как ты, ну да, что так тебе и вернет мяч. Так, поменялись ролями, поменялись ролями, теперь вы набрасываете, вы играете. Не забываем, мяч принимаем перед лицом, перед лицом. Так, стоп, остановились. Ребята, вот сейчас мы с вами выполнили задание. Вы обратили внимание, у многих получается, у них так не получается. Разобраться в причинах. Еще раз напоминаю, необходимые условия, чтобы у вас получилась передача мяча сверху, это положение рук, еще раз говорю, это форма лукошка. Пальчики должны больше направлены к носику. Это раз. Второе. Ноги должны быть согнуты в коленях. Это два. Третьи локти должны быть у нас чуть-чуть разведены в стороны. То есть, не максимально в стороны и не узко сведены. То есть, это три необходимых условия, которые вам сейчас надо выполнять при выполнении передач. И все время должны стремиться к тому, чтобы мячик падал вам на лицо. На лицо. А для этого что у нас? Ножки согнуты в коленях, да? И, соответственно, что мы можем при помощи согнутых коленей делать? Ну, быстренько включаем голову. Что делать? Скорость предвижать. Ну, вот, дамы, в данном случае, ты на прямых ногах быстро передвигаешься? Нет. А если ноги согнуты в коленях? То есть, можешь передвигаться. Соответственно, для того, чтобы у тебя ноги были согнуты в коленях, у тебя есть возможность двинуться вперед, назад, вправо, влево. Ни в коем случае не стоять на прямых ногах. Вы должны уметь перемещаться. И все время, определяя территорию мяча, определить, где вы его должны встретить, чтобы сделать передачу. Еще раз повторяю, должны мячить, видеть, сквозь вот этот треугольничек, который перед вами. Понятно, да? Так. Сейчас давайте еще раз немножко сделаем задание. Так. Мячи передали сюда. Нет, мы выполняем. Вы набрасываете, вы, соответственно, пытаетесь сделать 10 передач. Еще приступили. Аккуратненько, аккуратненько. Так, отправить все. Так, меняемся ролями. Тебе груди не выбрасывают. Меняемся, меняемся. Аккуратненько все делаем. Не забываем, не забываем про положение рук. Где у нас ручки должны быть? Лиза, у тебя все хорошо получается? Это мячик, понимаешь? Это руки прямые получаются. А вот что-то лицо не принято. Это не должно сбить свой мячик перед собой. Так, стоп. Сейчас, ребят, мячи все передали в эту шеренгу. Передали в эту шеренгу. Вы подошли, положили их на место, где их брали. Так, сейчас мы с вами поправим немножко. Горизонтально, координатно все. Так, ваши шеренга построились за мной в колонну. По одному. Стали построились за мной. Здесь построились. Так, ваши шеренга построилась в колонну за мной. По одному. Замечательно. Так, ребят, сейчас мы с вами выполнять будем работаем на развитие физических качеств. Какие физические качества вы знаете? Скорость, сила, ловкость. Пять основных физических качеств. Выносливость. Замечательно. И гибкость. Правильно, гибкость. Все правильно, правильно. Они волейболисту в игре нужны? Да. Нужны. Без них никак нельзя быть. Поэтому сейчас мы с вами сегодня вот на лестнице вы сейчас будете выполнять следующее задание. Я вам сейчас раздам карточки, вы внимательно их ознакомитесь с ними. И постараемся с вами выполнить следующее. Так, внимательно смотрим на свою карточку. Вы подходите, можете подойти, посовещаться со своим товарищем. Вы к своему. Разобраться в схеме. То, что здесь предложено. Схема. То есть вы сейчас смотрите здесь, значит, ребят, внимательно. Не отвлекаемся. Подождите. Не отвлекаемся. Ваша группа выполняет первое. Будете выполнять, показывать. Они вас будут оценивать. Правильно вы поняли или неправильно. Можно каждого смотреть. Вы будете показывать второе. Они вас будут оценивать. Но вы должны и этот рассмотреть, и этот проанализировать. Вариант для того, чтобы потом иметь возможность оценить. Правильно ваши товарищи по классу сделали? Можете попробовать, попробовать. Я думала. Можно попробовать. Я думала, это нужно. Попробовали, попробовали. Все вникаем, разбираемся. Сейчас я дам команду остановиться, и мы с вами уже будем оценивать друг друга. Правильно мы делаем задание или неправильно. Так, стоп. Остановились. Сейчас вернулись на исходное место. Вернулись на исходное место. Стали пролону по одному. Так, у вас задание было выполнить. Ну, можете оставить и даже переложить перед собой, чтобы вам было понятно. Значит, вы показываете первое упражнение. Ребят, вы тоже это первое упражнение смотрели. Вы оцениваете, правильно они сделали. И поняли, правильно они это упражнение или неправильно. Постарайтесь оценить их. Так, ну, давай, один у нас сделает сейчас. Хорошо. Правильно он сделал? Правильно. Так, ну, опять постарайтесь вы свое упражнение показать. Свое упражнение показать. Сейчас давайте я лестницу поправлю. А вы оцените, правильно он сделал или неправильно. Потом, соответственно, мы с вами продолжим уже работать. Внимательно. Можно взять, посмотреть. Все можно, пожалуйста. Так, как, ребят, правильно сделал, да? Хорошо. А теперь мы с вами делаем следующее. Вот эти вот два упражнения мы с вами сейчас все сделаем вместе. Но будем делать следующим образом. Первый участник у нас выполняет упражнение. Остановился в конце лестницы. И пытается проверить, правильно делает ли его товарищ, который выполняет за ним. Поправил, ушел на исходное место и снова продолжает выполнять. То есть каждый последующий оценивает своего товарища, который за ним выполняет. Понятно, да? Ну, соответственно, первое упражнение, которое у вас здесь, понимаете, вот смотрите, чтобы вы не забыли. То есть все, каждый проходим по два раза. По два раза. Дистанция у нас до середины. Доходим. Оцениваем, оцениваем. Остановились, посмотрели, ваш товарищ правильно сделал или неправильно. Стараемся отталкиваться передней частью стопы. Не полностью всей стопой, а носочками, то есть передней часть стопы. Хорошо, молодцы. Следующие пошли. Ваш товарищ дошел до середины, вы за ним продолжаете. Проходим все по два раза. Два раза прошли, остановились. Хорошо, молодцы. Последние у нас там, получается, уже заканчивают. Ваша группа уже. Так, Давид, вы уже закончили, да? Ты последний остался, да? Андрей. Андрей, увлекся. Вошел, вошел в азарт. Остановиться надо. Так, теперь мы с вами выполняем второе упражнение. Также проходим два раза. Два раза. Все, приступили, ребят. Также сохраняем дистанцию. Первый пропрыгеров останавливается и пытается оценить, правильно ли выполняет ваш партнер, выполняющий за вами это упражнение. Стараемся передней частью стопы отталкиваться, не все полностью стопой. Прыжочек должен быть мягкий, быть пружинистый. Внимательно смотрим. Хорошо. Хорошо. Два раза сделали, останавливаемся. Два раза сделали, останавливаемся. Так, вернулись на исходное место. Ко мне лицом, ребят, повернулись. Ко мне лицом. Сейчас нашли у себя пульсик. Удив в области гортани. По моей команде начинай. И давайте становимся. Приготовились. Начали. Стоп. Добавили ноль. У кого 150? 160? 140. Так, больше 150 у кого-нибудь есть пульс? У тебя сколько? 160. Так, ясненько. Значит так. Ребят, сейчас мы с вами приступаем к следующему заданию. Так, Ксюша, будь добра, пожалуйста, помоги мне. Собери вот эти лестницы. Сторонечку убери. Ребят, вот сейчас мы с вами изучали передачу МЧС сверху. Двумя руками. Где мы с вами можем применить этот технический прием? В игре. Так. Еще где можно? То есть выполняя каких-нибудь подвижных играх, соревнованиях и так далее. Сейчас у меня есть вам предложение. Ребят, поиграть в игру, которая называется Мяч Капитана. Значит, кто у нас? Давид и Андрей. Сейчас сделали два шага вперед. Знакомая для вас игра, да? Ну вот, хорошо, замечательно. Значит, уже нам проще и легче будет с вами сейчас это выполнение. Вы сейчас в направляющие подошли, взяли по мячу. Взяли по мячу, вернулись на исходное место. Так, сделали, ребят, два шага чуть-чуть назад, взвинулись. Вы здесь. Значит, условия игры, ребят, напоминаю. Я набрасываю мяч Денису. Денис пытается передачу МЧС сверху, вернуть его мне. И убежал, встать у меня за спиной. Понятно, да? То есть мы делаем все это по-разному. То есть я Денису набросил, он сыграл, убежал, мне сказал. И так же потом Егор и так далее, и так далее. Все. Выигрываю та команда, которая сделает... Подожди, подожди. Не торопитесь. Не опережайте события. Которые сделают быстро и в то же время правильно. Приготовились. Приготовились. Начали. Стараемся повыше, по высокой траектории набрасывать мяч. По высокой траектории. Так, хорошо, молодцы. Неплохо. Так, для начала теперь немножко усложняем. Теперь стараемся сделать это два раза. То есть вы один раз переправились сюда, потом второй раз переправились обратно. И на этом мы уже заканчиваем с вами выполнять это задание. Приготовились. Начали. Поймать надо, Давид. Мяч поймать. Ты свою команду усложняешь. Так, по высокой траектории пытаемся. Ребят, не забываем. Мяч набрасываем по высокой траектории. Так, быстренько вернулись на исходное место здесь. Поменялись местами. Снова продолжаем. Довести надо мячик. Довести, довести, довести. Поймай мяч. Стоп. Давид. Ты как лицо ответственное, понимаешь, от тебя зависит, как твоя команда будет работать. Ты у нас немножко здесь чуть-чуть расшалился. Поэтому мячик надо поймать и аккуратно набросить свой партнер. Как ты ему мяч дашь, так он тебе и вернет его. Понятно? Да? И давайте последний раз, один раз сделаем. Поэтому ответственно отнесись к тому, что тебе поручили. Ты можешь подвести свою команду. Подождите, подождите. Все делаем, Андрей. Андрей, по моей команде все делаем. Не спешите. Приготовились. Начали. Так, да вот. Аккуратненько набрасываем по высокой траектории пальчики. Не забываем положение пальчиков, кистей, локоточки, ноги. Так, стоп. Закончили. Значит, чуть быстрее была ваша команда. Конечно, были допущены масса ошибок. Но для первого раза неплохо. С учетом того, что вы это упражнение практически не делали. Для первого урока, когда мы с вами просто повторяем то, что я делал на прошлом году, для этого для начала неплохо. Сейчас мячи положили сюда, на место. Так, ребят, Ксюша, пожалуйста, вместе с ними тоже вставай. Направляешь его за меня быстрее. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Так, замечательно. По линии подровнялись, ребят? Так, сейчас мы с вами поиграем в игру на внимание. Я вас буду немножко обманывать, а вы, соответственно, будете стараться не обмануться и сделать так, как это необходимо. Игра называется «Нос, пол, потолок». То есть, я называю слово, но пальцем могу показать совсем в другом направлении. Вы должны не ошибиться и пальцем показать тот место или тот участок своего тела, который будет сказано. Все понятно, да? Давайте попробуем. Давайте. Пол, нос, потолок, еще раз. Пол, нос, пол, потолок. Хорошо, молодцы, ребят. Мы немножко развеселились, взбодрились. Хорошо, молодцы. Так, ребят, какая тема сегодняшнего нашего занятия была? Передача мяча сверху двумя руками. Цель учебная какая была у нас, ребят? Твощ повторить? Замечательно. Так, как вы считаете, по ходу урока, что вот мы с вами выполняли, какие выводы вы для себя сделали? Как правильно выполняется прием и передача мяча? Вот основные то, что моменты я говорил. Положение ног какое должно быть, ребят? Согнутое. Согнутое, да? Положение рук, вот кисти рук какое должно быть? Согнутое. То есть слегка напряжены и в форме лукошка, да? Пальчики направлены к себе. А локоточки как должны быть? Согнутое. Так, ребят, сейчас те, кто считает, что они сегодня на уроке узнали для себя что-то новое, чему-то научились, поднимают руку вверх, а те, кто считает, что ну немного не получилось, были какие-то шероховатости, руки ставите на пояс. У кого получилось, подняли руки вверх, то считаю, что не очень хорошо получилось, руки на пояс, руки на пояс. Так, ну ничего страшного. Алина, ну все, опустили, ребят, спасибо. Алина, а почему ты считаешь, что у тебя не получилось? Не знаешь? Не прочувствовала, да? Ребят, ну по этому поводу я что могу вам сказать? Сказать небольшую историю. Не знаю, ну в то время вы еще маленькие были. В 2012 году проходила Олимпиада в Лондоне. В финале играли сборные команды России и Бразилии. Наша мужская сборная по ходу игры проиграла в Бразилии со счетом 0-2. 0-2 по партии. Но в третьей партии они совершили самое невозможное и невероятное, что они могли сделать. Они выиграли третью партию, потом выиграли четвертую партию и пятую партию. И стали олимпийскими чемпионами. Я для чего вам это сказал, ребят? Вы сейчас подумайте. Если ты этого хочешь, то опять же тебе надо стремиться. Правильно, молодец, молодец. Ребят, никогда не надо опускать руки. Нужно все время ставить перед собой цели, которые надо постоянно стремиться и пытаться ее достичь. Все, ребят, спасибо за урок. Так, Ксюша у нас сегодня молодец. Она работала по передальному плану, выполнила тесты и получила оценку 5. Урок окончен. Спасибо. До свидания. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...